Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня просят прокомментировать некоторые выступления Невзорова, других людей. Это будет у меня уже 30-е. Он уроки атеизма дает, а у меня название тоже серия бесед получается, все-таки 30-е уже. Во свете Библии, то есть вот Святая Библия, это распятие, расскажу сейчас о нем немного. Во свете Библии и открытым оком. Относительно вот этого креста, это священнический крест. Я много печатал на машинке, пишущей тогда, тогда не было интернета, ну где-то там перед 80-м годом. Приходит один человек, я его знаю, и он мне говорит, закрой глаза, ну бывает так, играет. А я сидел на машинке, печатал, она у меня пониже, сразу могла закрываться, и КГБ даже приехали и не могли открыть. А когда открыли, я так вставку делал, у меня написано, КГБ, комарили гнусных безбожников, вы опоздали. А они мне говорят, а попали хорошие такие следователи, подполковники все. Ну, Игнатий, ну уж вы зря. Я говорю, я и сам понимаю, что зря. Так вот этот человек подошел ко мне и говорит, закрой глаза, я закрыл. И он на меня надевает священнический крест с цепочкой. Ну теперь, открой глаза, я взял крест. Ну, поцеловал. А что он означает? Видимо, от расстрелянного священника. Когда вымыло трупы, где расстреливали их. И там ходили и нашли. Я сам ходил по ямам, по этим, много расстрелянных. Я обратился в совместные органы КГБ, туда приехали. Теперь там стоит памятник такой погибшим. И вот этот крест, я его не носил. Но он мне очень нравится. И я его завернул в салфанчик и с собой взял. Всегда носил с собой. Не то, что там оберег какой-то, но я верующий. Это напоминание о жертве Христа. Ну и когда меня арестовали, то первый опыт сделался. Но кормить уже кормят. И я его должен был спрятать. Куда спрятать? Я его спрятал под подошву в сапоге. Я хожу всегда в сапогах, не в ботинках. Но есть каноническое правило, запрещающее попирать изображение креста. Уже на следующий день я его вытащил. Уже за мной так не наблюдает. И выскоблил корочку хлеба. Заложил ее вот так вот. Она как раз по диагонали проходит. Да раньше микишом все засушил, размочил. И с собой ношу. А хлеб не отбирают. И он у меня ровненький получился. Такой же перистый слой. Но вот когда уже отвезли в тюрьму из КПЗ, стали допрашивать. И со следователем у меня установились доверительные отношения. Пищевов, Виталий Николаевич. Потом он примет полное крещение с троекратным погружением. Но все это Господь делает. К слову сказать, когда меня арестовали, я был арестован по санкции МГБ. Местное КГБ тут старалось, не знаю как. И они говорили, когда нашли у меня фотографию человека одного, он теперь священником, а он бывший их сотрудник. Семь лет работал военным следователем. Какого человека вы у нас погубили? Видите как? То есть сердца людей открывается Слову Божию. И когда с этим Виталием Николаевичем установил, Бог установил добрые отношения, согласно Слову Божию, когда пути человека угодны Богу, то и врагов его он примиряет с ним. Я ему сказал, отвечать ничего не буду, пока не принесете мне Новый Завет. Библию там трудно держать было. Он принес Новый Завет у меня. Он у меня весь пропитанный слезами, весь сморщенный листик. Я там молился, Бог давал мне слезы, и я плакал, и слезы капали. Я говорю, скажите, вот если бы я что-то попросил вас вынести отсюда, то, что у меня не нашли при охране в многократных обысках, вы бы смогли, это не противозаконно, ничего вынести, а почему нет? А что у вас может быть? Ну, я говорю, есть кое-что, вы дайте мне слово свое. Но он, видимо, был не коммунист, дал слово. Я тогда достал корочку хлеба, и расколупал, и, ну, все тут, хлебушек-то убрал, и вот этот самый крест, крест священнический. И я ему отдал. Он взял его и сразу вышел. Но вышел в коридор, и я-то сижу там, где допрашивают. И вот как Господь все устрояет. Что он вышел, я не знаю. Но, оказывается, кого он допрашивал, там допрашивал другой следователь. Вот к тому вышел похвалиться. А у меня вел не районы, а городская прокуратура вела. Потом краевая была даже, краевая даже. И вот. И он говорит, вот у меня подследственный какой интересный. Сколько раз обыскивали, ничего не нашли. И при том солидный такой, да и при том металлический. Металлоискатель даже не нашел. А я выкладывал сюда, на столе лежит, а они меня обыскивают, а тут не касаются. А тот, который сидел, кого допрашивали, пройдет немного времени, и его подсадят к нам. И он увидел, что верующий, говорит, а вот следователь был, рассказывал, что у него был, не мой следователь, говорит, другой. Описывает его, что у него какой-то подследственный был, который вот так все сделал. Так я говорю, так это я. И оказалось, что когда тут везли здесь мужа Крахмальниковой, Зоя Александровна, кажется, Светов его фамилия, или Светлов, и он напротив нашей камеры остановился, ему сказали, вот по статье 190 прим у КРСФСР у нас тоже сидит человек. Я вам тут много мог бы рассказать, что когда пути твои угодны Богу, как Бог примеряет и коммунистов, и начальников. Меня вот на допрос ведет одна, и у нее прозвище было Эльза Кох. Ну, кто не знает, это в фашистском лагере, какая была палач женщина, такая низенькая ростом, но до того она въедливая была, разговаривать никак. Ничего нельзя было пронести от следователя. И вдруг она ко мне располагается до такой степени, как родная сестра. Я ей написал праздники, какие должны быть дальше. А когда я уходил, я наизусть знал, когда будет Пасха, примерно на 20 лет. Я готовился сидеть не меньше 20 лет. Думаю, расстрелять может, не расстреляют, сгодится. А так как я знал почти наизусть священное писание, жития и прочее, то мне было очень легко. Я к тому говорю, ну, маленькие священники переменили свое отношение-то. И когда оттуда шли, я ей говорю, следователь мне вот передал, такой, я не знаю, я могу ли, вот в следующий раз, я не взял, все равно отберете. Она говорит, выводить вас я буду, я поставлю специально за вами. Она самая строгая. А я иду по политической статье. Я говорю, так может быть, можно. И теперь я следователю говорю, и он что приносит, лук, чеснок, мне надо было, ну, по каким-то причинам не мог получать там где-то. Он все передавал, и я все проносил. Все проносил. И она оказалась, потом я ее на свободе встретил, там, на дом пошел, поблагодарил, кто помогал. И она, у нее лицо разгладилось. Она совсем не такая. Она не Эльза Кох. Она русская, как настоящая русская. Она видела страдание мое и утешала даже. Не переживайте, статья у вас не тяжелая. Это мне начальник тюрьмы говорил Соломин Александр Семенович. Они все помогают тогда тебе. Я много мог бы рассказать, вот когда меня спрашивают, что в вашей жизни самое большое было, самое великое, что вы познали. Я отвечаю, я познал, как много у Бога добрых людей на земле. Вот как отец Арсений, когда обмирал, книга «Отец Арсений», и он вдруг увидел огоньки-огоньки зажигаются везде. Я это увидел. Совершенно в неожиданных местах, среди другой нации, другой веры. Вот я был в Жанатасе Жамбульской области, и там были какие-то люди, начальники политруки, все ко мне были расположены. Все. Начальник тюрьмы, и теперь встречаюсь я с ними, политотдел, он приезжает ко мне, покупает книги, я им продаю, не дарю. Это Господь так делает? А если по-другому? Да будьте вы проклятые, да проще вот так, ничего бы не было. Никого не проклинать надо, а благословлять. Молиться. Я всегда звоню в КГБ, поздравляю с праздниками их, и они ко мне относятся. Вот приехал Дворкин, начал на меня клеветать, а один из них встал, кажется, Ардак, и сказал, а мы Лапкина уважаем. Он всегда говорит, и именно так и верит. Он никогда не идет на компромиссы. И они все сразу притихли. Это было в епархии. Собрали все силовые структуры. То есть, ну перемените отношения друг к другу, даже от Невзоров где-то нападает. Признайте виновными себя, что дали ему повод. Хотя он перелез эту грань, ну буквально осатанил. Так я называю это состояние. Беснование у него идет. Тяжкая и тяжелая болезнь. Я не знаю, я молюсь о нем, молитва идет очень тяжело. Я каждый день молюсь. Так тяжело идет молитва. А Горбачеве я молюсь, молитва идет легко. Легко молитва идет. С чем это объяснить? Даже 50 лет у меня уже опыта, и я не знаю, не могу объяснить. Это от Бога зависит. И вот здесь, о том, что у него там лошади, какие-то опыты делали, именно здесь он об этом говорит. Обложился скелетами. Я прочитаю о том, что Бог дает оживотворение языка, как бы разум птицам и зверям. Ну, кто-то неправославный, они не поверят. А православные поверят, что я буду говорить. Православные все должны поверить моим словам. Почему? Я беру из жития святых. Это православные книги настольные. Третья книга, старт, 17-6. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, и с потока он пил, порок Илья. Да ворону дай мясо. Никогда нельзя его адресировать, чтобы ворон не ел мясо. Никогда. А он приносил и не ел. Во-первых, он находил его, где не могли сеглядатые Ахавы и Завели найти. Он сидел далеко у потока, где не было тропинок, они находили. Туда люди не придут. А когда считаем в другом месте, то Авваку он несет похлебку своим послам. Его Бог поднял своим этим работникам на поле. И говорит, отнеси. И ангел отнес. Он говорит, я не знаю, где Даниил, ворву львином в Вавилоне. Ангел его поднес сюда, опустил, и он накормил. То есть у Бога все чудесное. И вот здесь, мы считаем, 5 февраля житие мученицы Агафьи. После суда поехал правитель забирать ее имение. Но на пароме кони изгрызли его. Вот тебе и кони. Кони, на которых он ездит, он начальник один, не едет в слуги, ничего не могли сделать. Кони очень сильно кусаются. Корову бойся спереди, а коня сзади. Корова тебя пропорит, а лошадь лягнет. И они изгрызли его. 2 марта. Арсений Тверской. Негодный человек взял покрывало с его гроба, чтобы пользоваться, как попоной для лошади. Но был поднят вместе с конем и разбился. Уже конь не спасет множеством силы своей, быстротой ног своих. Не издевайся над церковным. Будь очень осторожен. Я всем церковникам говорю, похороните все мощи. Не взорогов, похорони своих мертвецов. Похорони. Если у церковников еще есть, как говорят, положительная аура, это не наши слова, но я просто, чтобы поняли меня, положительная, что святость какая-то, то у вас вообще ничего этого не может быть. Только злые демоны на этих костях могут быть. Потому что вы взяли мощи каких-то брошенных бомжей, быть может. 23 марта Никон. Его привязать к коням повелели, но кони сбросили епарха и изгрызли его лицо. Вот и кони. Положительный, никто их не учил. 5 мая Ирина, и у них был отец Ликини, начальник. Кони сбросили его при переправе и оторвали руку. Научи этому делать, чтобы кони так заступались. 24 сентября Никандр, Псковский. Лошадь украли у крестьянина. Пришел совет держать у одного крестьянина. Как быть? И скорбел. А он сказал ему, скорби об укравшем. Он уже мертвый. И вдруг лошадь прибежала одна, а тот погиб, перережая реку. Это умнее лошадей невзоровских. Не надо их на хребет переворачивать и лапами обнимать себя. 25 сентября Сергий Радонежский. Послали за лошадью его, когда он был маленьким. Он застретил инока и получил обильное Божье благословение от святого. Вот невзоров, если бы так встретил в юности, тогда бы и лошади у него были другие. Не выбирали что-то по буквам. Лошади не надо считать. Ей надо повиноваться. До того влагаем в рот коням, говорят, у дела, чтобы они повиновались. Это все выдумка. Экстравагантность. 15 января Павел Фивейский. Ворон хлеб ему приносил. 21 января Неофит. Белый голубь звал его. Звал. Даже это возможно. 17 апреля Акакий. Так как ласточки щебетали очень громко, то епискал Мелитон запретил им. И они стали тихо. Они мешали больным ласточке. Как они могут мешать, не знаю. И он запретил. Они тихо стали. Вот такая власть. Вот этой властью обладают только святые. А не тем, что вы дрестировали, узнали, что что-то. Да, бывает, и колдуны это делают. Колдуны делают. Такая в житиях встречается история, притом не один раз. 12 мая. Епифаний. Диакон Карин, издеваясь над святым, говорит. А о чем это каркает ворон? Если ты святой, так скажи. Да ворон каркает о том, что ты больше служить не будешь. Я? А он держался со своей дозой. Он сразу умер. Вот если бы лошади у Невзорова заговорили и голосом человеческим к щаплину сказали. Если ты еще раз будешь щапать неправду, умрешь. И он бы тут же скончался. На всех попов напал бы страх. Но ваши лошади умеют только что-то другое делать. А вот этого сделать они не могут. Их надо этому научить. Чтобы они заговорили и обличили безумие патриархии, где они с мирскими властями. Это сергианство пропитанное везде. От мирской власти ждут всяких поблажек, чтобы им давали дорогу зеленую, а везде других угнетали. Я нынче сам это испытал. Нас задержали в КГБ, написано по наводке КГБ. В разработке вы были. Нас поймали. Меня везде ловят. Но когда встретили, увидели по документам, что мы православные, сотрудники КГБ, милиции, руки жмут. Я содрогнулся. Какая кровавая баня нас ждет? Для царя-батюшки мы все одинаковые должны быть. Потому что это не теократическое государство. Какое право имеет гнать сегодня баптистов свидетелей Иеговы, которые лучше нас ведут себя. Да, для нас они еретики, не церковь. Но они лучше нас себя ведут. И мы можем только Бога благодарить, где люди лучше нас ведут. 23 августа. Флорентий. Молитвой убил гадов. Много было гадов. Птицы по одной гадине утащили все далеко, чтобы они не смердели. Ну почему сегодня не могут сделать так, чтобы всю эту мерзость из патриархии птицы разнесли? Вот это называют их девочки, девушки. Я называю их грязные бабы. Женщины достойны всякого осуждения поведением. Они пришли в храм Христа Спасителя, скакали. Виноваты, невиноваты? Ответ один. Храм осквернен. И не надо больше рассуждать. Если бы я был патриарх, я бы закрыл этот храм большим замком. И три месяца, чтобы никто не открывал его, опечатан на алтаре оскверненном. И три месяца денно и ночное круглосуточное стояние, не пустое стояние, а молитвенное возле храма. А еще лучше, чтобы половина народа разослать в разные парки проповедовать. И молиться о себе и о них. А потом осметить. Любой дождь, холод, все должно быть на нас. Как святые, как серафим молились. На это не пошли. А скорее с властями, но там власть делает что угодно, осудит любого, кто бы он ни был. Душенов, Константин Юрьевич, кого угодно, Квачкова Владимира Васильевича, разница нет, меня, вас, Невзорова. Он тоже не застрахован, не посмотрит, что вы имеете корни КГБ подцепят, подметуты и праха не найдешь. Дальше. 10 сентября три жены в горах называется. Птицы плоды им приносили и кормили их. 10 октября Пульхерия будущий император Маркион был в плену. И над ним орел распростирал крылья и все поняли непростой человек и получил свободу. Как орел знал? 17 октября Агафаклия к ней вместо заключения птицы приносили плоды. 11 ноября Викентий к телу воров птиц не допускали. Вот какие бывают другие птицы. Дальше. 10 декабря Фомади Фуркин змей было очень много. Он умертвил их. Прилетели птицы и растащили всех змей. Вторично. Где говорится лошадь, конь, колесница, всадник в Библии. Все это говорится конечно о лошади. И где производная лошадь, мула, слица. В Бытие 47-17 и за лошадей. Слово лошадь впервые встречается здесь. В числах 22-23 и увидела слица ангела Господне стоящего на дороге. Она сказала Валааму что я тебе сделал, что ты бьешь меня вот уже третий раз. Действительно скотину жалко. Лошадь по интеллекту не уступает собаке. Так определяет. Я всю жизнь занимаюсь голубями и собаками, кошками. Мне больно когда бьют лошадь. Она возит, старается, а ее бьют. Но не больше того. Откровение 19-14 И воинство небесное в старстве небесном следовали за ним на конях белых обрещенные весом белый и чистый. Вот еще как. На небе какие-то кони. И колесницу это видел Елисей и показал гиезию. Но как это может быть? Что это означает? Не знаем. Но говорится так. Так оно не чистое животное. Ничто нечисто не войдет. Спорить не будем. Говорится что кони. Может быть это речь о силах ангельских. Не знаем. Но коня нужно уважать и не преследовать. Так. Потом извинения. Так. Снова меня ищут здесь. Говори. Все. Отошли. Тут Невзоров о конщинстве говорит. Но это разобрал. Прослушка Березовский Невзоров там о сообщике говорят. Но если это действительно так принадлежит Березовскому здесь, то Невзоров выглядит во много раз хуже, чем Березовский. После как он поступал, то я прекратил бы всякое общение с Невзоровым. Что говорил, в чем его упрекает Березовский. я прослушал несколько раз. Я не друг Березовскому. Я его не знаю просто. Но Березовский здесь выглядит намного правее. Ты дал слово. Ты не можешь в одностороннем порядке менять что-то. Это недопустимо. Бог показывает видение и говорит, это дерево будет повалено. Кто так делает, он не устоит. Бог на небе, а ты на земле в Писании говорит. Лучше тебе не говорить, не давать обещание, нежели давай не выполнить. Потом сообщак жильем. Сейчас третье. Я поговорил, ожидал, может быть, что-то будет открыто. Ничего нет, вообще ничего нет. Одно и то же идет повторение. И у сообщак, видимо, кто-то за ней тоже стоит. Кто она такая? Дочка сообщака, ну и что из этого? Но она как будто имеет задание вопроса такие задавать, как будто куда-то проталкивать. Невзоров говорит, зачем вы меня туда проталкиваете? Он знаком с уголовным кодексом, и не промахнуться, всегда говорит, может быть, мне кажется, или другие говорят, ну и он знает как, за что судят. Если я прямо сейчас буду говорить, что Невзорова я видел, он бегает как собака по помойкам, прямо видел, видел во сне, тут еще нет, а если прямо видел, посадят, я знаю это дело. Уверующего не должно быть неправды. Под государственные законы мы не должны подгадывать. Неправда без всяких оговорок есть неправда. Правда всегда дождать. Правда ничего, кроме правды. Почему? Евангелие от Иоанна 14,6 Иисус сказал, ясен путь истинной жизни, а мы служители истины, но у истины бывают неистинные служители. Да не будет этого. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.